Добрый вечер! В студии Иван Ланин. На телеканале Истранет ТВ ежедневный выпуск новостей. Мы расскажем о самых значимых событиях Истры и Истринского района. Смотрите сегодня в выпуске. Задаем вопросы главам сельских поселений о насущных проблемах. Традиционный опрос жителей района. Как защитить себя в интернете от взлома? Телеканал Истранет ТВ начинает серию репортажей о проблемах Истринского района. Причем рассказывать об этих проблемах будут главы сельских поселений. Начинается серия с одного из наименее проблемных, по мнению жителей, поселения – Бужаровского. Его глава Александр Айропетов поделился с нами проблемами, решение которых зависит не только от местной администрации. На сегодняшний день у нас проблемы есть. Это вот у нас главная проблема – дорога. Деревня Большого Шаково, которая ведет, она не в надлежащем состоянии, скажем так, находятся. Ямы, выбои на дорогах сильные. Жители жалуются постоянно к нам в администрацию. Мы объясняем, что дорога – это не наша. Она на балансе стоит у Автодора. Автодор должен ее содержать. Также много жалоб было по поводу чистки этой дороги. Плохо чистилась она этой зимой. Мы звонили постоянно, говорили об этом. Действительно, дорога в деревню Большое Ушаково не вызывает никаких эмоций, кроме желания побыстрее с нее уехать и желательно с целой и невредимой подвеской. Как видите, вот эта вот самая дорога ведет, которая в деревню Большое Ушаково. Также здесь СНТ Фрунзенец находится большой достаточно. Поэтому поток машин, сами видите, вот даже мы стоим, одна за одной машиной практически едет. Дорогу действительно надо ремонтировать. Жалоб очень много по ней, так же, как по Двороделу пишут люди нам об этой жалобе. Поэтому как-то надо действовать на Автодор. Но даже эта дорога кажется абсолютно ровной по сравнению с дорогой в деревне Верхуртово – «Дорогой жизни», как ее теперь ласково называют местные жители. В деревне всего 25 домов и 5-6 машин. Рядом еще с 80-х годов существует СНТ Верхуртово. Но это никогда не мешало содержать дорогу в нормальном состоянии. А вот с появлением новых соседей дорога стала, как во времена Великой Отечественной войны. Проблема у нас одна. Даже не одна, а самая больная – это дорога. К нам по такой дороге даже скорая помощь порой затрудняется проехать. Дорога была, всю жизнь существовала. Мы за ней ухаживали, каждую весну мы латали ее, проводили уборки. И сейчас проводим. Но в связи с массовой застройкой земель, к сожалению, положение ухудшилось. Непосредственно при постройке коттеджного поселка Истринский Плес наша дорога была проведена просто в убогий вид. Ими не соблюдались никакие нормы, правила, порядка. Я проходила тяжелая техника, в том числе и в Распутицу, и в те месяцы, когда этого нельзя было делать, в неограниченном количестве. К сожалению, все это, естественно, наложило свой отпечаток, и вы видели, какие у нас сейчас здесь окопы. По такой дороге местным жителям приходится идти более трех километров для того, чтобы купить что-нибудь или даже просто выбросить мусор. Ведь ближайший магазин и мусорный контейнер находятся в деревне Граворонова. Наша съемочная группа на себе в полной мере ощутила все прелести Верхуртовского тракта, пробив на одну из колдобин колесо. Глава же сельского поселения обещал, что в этом году ситуация изменится, и, надеюсь, это было последнее колесо, пробитое на этом участке. Дороги у нас есть в деревне Верхуртово, тоже очень проблемная. Она деревня хоть и отдаленная, там небольшое количество людей проживает, но все равно дорога должна быть, поэтому в этом году мы ее сделаем. Сейчас уже готовим документы к аукциону, и будет делаться дорога там. Иван Ланин и Дмитрий Гинкул, Истронет ТВ Новости от нашего любимого провайдера. По вашим многочисленным просьбам, личный кабинет абонента Истронет отныне и на веки веков доступен из любой точки мира. Проверить баланс, перейти на новый тариф вы сможете хоть с мобильного телефона. Истринский комбинат благоустройства проводит месячник по уборке и облагораживанию города. Завершающим станет межобластной субботник 23 апреля. О том, планируют ли горожане объединить свои усилия с Истринским МУП в нашем сюжете. Нас на собрание-то не вытащат, 4 человека, насчет капитального ремонта. Пришли всего, вон, с нашей площадки 4, и вот из этого подъезда вот она. И все, нас никуда не вытащишь. В эту субботу, 26 марта, стартовала серия субботников, которая продлится весь месяц. Проводит их Истринский комбинат благоустройства. Самый масштабный и итоговый пройдет 23 апреля. Сегодня мы узнавали у жителей Истры, нужны ли такие субботники и планируют ли они сами приложить усилия для того, чтобы город стал чище и лучше. Да, я считаю, это правильно. Надо возвращаться к советскому прошлому, я думаю. Как выяснилось, в нашем городе живут очень сознательные граждане. И приближающийся субботник, помимо возможности сделать Истру чище и лучше, воспринимают еще и как вопрос самодисциплины. Порядок надо обязательно, надо каждый, чтобы пока каждый не уберет сам, вот только тогда он поймет, что да, действительно, не надо мусорить. Мы же... Надо, чтобы граждане не только свои обязанности знали, свои права, но и свои обязанности, что нужно содержать все-таки все в статье. Путин бы пришел, бы всем убрал. Медведев с Путиным бы, чтобы в подъезде убрал, у кого в подъезд убрал. Мне вот это вот не нравится у людей. Лопату свою возьмите, грабли уберите. А как же? Пусть за собой убирают, за порядком смотрят. Правильно же? Это все надо. Для себя мы это все делаем. Всех неравнодушных и ответственных жителей города мы приглашаем принять участие в мероприятии по очистке дворов от мусора. Сделаем Истру чище вместе. Фрида Кочеткова, Дмитрий Гинкул, Истранет ТВ. Приятного прочтения. Быть пользователем сети интернет становится небезопасно. Нас атакуют взломщики. Как не попасться на крючок мошенников, выясняла наш корреспондент Полина Громова. В настоящее время участились случаи взлома аккаунтов в интернете. Это происходит повсюду. В социальных сетях, онлайн-банках, личных кабинетах абонентов. Почему это происходит и как с этим бороться? За ответом мы направляемся к веб-специалисту, работнику компании «Истранет» Андрею Эльгурту. Андрей, добрый день. Расскажите, пожалуйста, почему в последнее время участились случаи взломов аккаунтов в интернете? Ну, как-то таких взломов на самом деле уже практически нету, потому что современные технологии, они позволяют очень хорошо защитить те же сервера, базы данных и так далее. Сейчас пароли попросту крадут. Так как это сделать проще, знаний все меньше и меньше, как это надо применять, просто определенные хитрости. Расскажите нашим телезрителям, как защитить свои аккаунты, что для этого нужно делать? Ну, какого-то универсального решения, естественно, нету. Это какие-то предосторожности, внимательность должна быть. Ну, из советов, это, естественно, должен быть пароль сложный. Это должны быть цифры, буквы, символы, может быть, там нижнее подчеркивание, или там восклицательные знаки. Соответственно, второе, это стараться подбирать каждому сайту индивидуальный пароль. И этого бояться тоже не стоит, потому что можно придумать для себя какой-то алгоритм, допустим, какое-то число, которое вам там запоминаемое, его использует, допустим, название сайта и это число там. Через это число, допустим, увеличенная буква или символ какой-то, или пропуск, там, или еще что-то. Ну и банальное, никогда не ведитесь и не отправляйте сообщения, когда вас просят, там, какой там хозяин, или владелец, или администратор просит, там, пришлите нам, пожалуйста, пароль для проверки, там, уникальности вашего, там, аккаунта, и все остальное. На это просто даже не стоит обращать внимания и просто игнорировать такую информацию. Также старайтесь не вводить ни в каких общественных местах, компьютерах общего пользования свои пароли, логины от личных кабинетов, платежи какие-то проводить. Даже когда приходите к друзьям, стараться смотреть хотя бы взглядом, завирусован компьютер, тормозит он, не тормозит, есть ли там антивирус, потому что даже у друзей могут стоять сборщики всех записей из клавиатуры, либо какие-то просто вот перехватывальщики информации. Андрей, скажите, насколько велика вероятность взломов личных кабинетов абонентов Эстронет? И в чем, собственно говоря, опасность этих взломов? Вероятность взлома личного кабинета, на самом деле, предельно мала. Основной причиной является то, что вреда нанести в личный кабинете практически невозможно. Личный кабинет, на самом деле, устроен в стране так, что пользователь получает от него максимум удобства, минимум ограничений, но устроен так, что злоумышленник по факту ничего навредить не сможет. Ну, максимум, что это изменить тариф. Так как в личном кабинете, по сути, нету личных данных пользователя, ни паспортных данных, ни адресов, поэтому злоумышленник по факту не получит ничего личного от пользователя. Также использование шифрованных транспортных механизмов ССЛ и ТЛС позволяет создать защищенные соединения между абонентом и личным кабинетом. Следовательно, злоумышленник не сможет украсть из этого потока какие-либо данные. Следовательно, соединение становится безопасным. А вот бесплатный Wi-Fi, которому всегда можно подключиться, он безопасен? На самом деле сейчас не везде безопасен, потому что сейчас многие кафе, рестораны, какие-то гостиницы, они просто покупают тот же какой-нибудь Wi-Fi роутер, устанавливают его без настроек, без чего-либо. Соответственно, такой Wi-Fi, использование такой Wi-Fi может быть небезопасно, потому что злоумышленники никак не фиксируются в системе нигде, поэтому даже если что-то случится, они остаются в тени, и никогда их найти невозможно будет. Поэтому пользуйтесь Wi-Fi от фирмы Эстронет, он безопасен, и каждый пользователь там идентифицируется и записывается. Спасибо, Андрей. Выполняйте советы нашего специалиста и никогда не попадайтесь на удочки мошенников. Полина Громова, Михаил Моралов, Эстронет ТВ. И немного о погоде. Завтра, 31 марта, в Истринском районе температура днем поднимется до плюс 8 градусов, но при этом обещаются дождь и пасмурное небо. И это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Следующий выпуск новостей смотрите завтра, также в 8 вечера. В студии работал Иван Ланин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин